Малыши из детсада номер 68 рисуют и даже не подозревают, что в этот самый момент решается судьба их детского сада. Множество взрослых людей разных профессий пришли проверять, как дошкольные учреждения подготовили к новому учебному году. Смотрим также все основные документы, то бишь план основных мероприятий на год, что они запланировали себе на год совместно с управлением образования и как выполняется. Также проверяем документы план ГО. План ГО тоже основной документ, чтобы он был в наличии. В гости к ребятам пришли сотрудники городской администрации, МЧС, полиции, Роспотребнадзора и представители профсоюзных организаций. Каждый должен проверить определенные детали, но на первом месте, конечно, безопасность. Сейчас у нас ведется работа по усилению мер безопасности в детском саду. Мы устанавливаем домофон. Детский сад номер 68 совершенствовали весь прошлый год. На сегодняшний день за счет средств мэрии приобрели новую детскую мебель, стулья, кроватки, столы, закупили спортивный инвентарь, компьютерную технику, игрушки и книги. Произведена замена технологического оборудования на пищеблоке. В отдельных учреждениях пройдена замена системы отопления, благоустройства территории учреждений. Также у нас во все учреждения произведена замена детской столовой посуды. Правда, все вышеперечисленное скорее заботит родителей. Сами дети хотят, чтобы в садике просто было не скучно. Поэтому в 68-м дошкольном учреждении «Росинка» воспитатели организовали дополнительные занятия. Среди них проект «Естествознание». Начинается он с того, что детки садят огород на окошке. И далее мы высаживаем все в огороде детского сада. Детки наблюдают, помогают, как из маленького зернышка вырастает настоящий овощ. Также в садике работает и за студия, где дети рисуют не только карандашами и кисточками, но и другими способами – ладошками, тычкованием и прочими. А также лепят поделки из соленого теста. И имеется музей-лаборатория «Любознайка». Там у нас много оборудования для научно-исследовательской деятельности. Подготовку садика «Росинка» проверяющая компания оценила высоко. Безопасность, комфортные условия размещения детей и проведения развлекательных мероприятий – все на должном уровне. К слову, приемку муниципальных школ, детских садов и центров детского творчества полностью завершат к 18 августа. Ирина Мокрецова, Анна Сыпкова. Новости на Восьмом.